Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемый президент. Позвольте поблагодарить организаторов за возможность представить наши данные. Хотели поделиться с вами эффективностью высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией стволовых клеток для пациентов с высокой группы опухолей семейства саркома Юинга. Как известно, опухоли по частоте занимают второе место после остеосарком при поражении костной ткани. Пик заболеваемости приходится на подростковый возраст. Заболевание носит системный характер и характеризуется быстрой диссеминацией процесса. Основные принципы терапии известны. Проводится индукционная химиотерапия. После проводится локальный контроль первичного очага и метастатических изменений по возможности. И в дальнейшем проводится консолидация, которая составляет либо 8 курсов ВАИ или ВАК, либо проводится высокодозная химиотерапия с поддержкой стволовыми клетками. Актуальность данной темы обусловлена тем, что более четверти пациентов на момент диагностики характеризуются распространенными формами заболевания. У большей части пациентов имеется большой объем первичного очага, который превышает 200 см кубических. Мы часто сталкиваемся с плохим ответом на индукционную химиотерапию. Проблемная группа – это рецидивные пациенты. Также часто сталкиваемся с тем, что трудно воздействовать радикально на первичный очаг в случае, если он расположен аксиально. Роль высокодозной химиотерапии в настоящее время для влечения таких пациентов дискутабельна и в стандарт терапии не входит. Самые крупные рандомизированные исследования были опубликованы группой Евро-Юинг для пациентов с локализованными формами и большим объемом первичного очага и для пациентов с изолированными метастазами в легкие. Сравнивалась консолидирующая терапия с использованием высокодозной химиотерапии бусульфан-милфалан и аутологичными стволовыми клетками и 8 курсов ВАИ в случае пациентов с метастатическим поражением в легкие ВАИ дополнялись тотальным облучением легких. Так как видно, что в последней группе высокодозная химиотерапия не показывает достоверной эффективности в сравнении с консолидацией ВАИ и лучевой терапией на легкие, тогда как для пациентов с локализованными формами опухоли высокодозная химиотерапия повышает долгосрочную выживаемость за счет снижения частоты метастатических рецидивов. При сравнении токсичности этих режимов консолидации можно сказать, что высокодозная химиотерапия с милоаблативным режимом, естественно, связана с большей гематологической токсичностью и чаще встречаются инфекционные эпизоды с этим связанные. Также чаще встречается гастроинтестинальная токсичность, однако такие виды токсичности, как гепатотоксичность, почечная токсичность, нейротоксичность чаще выявлялись в группе, которая получала 8 курсов ВАИ. Американская и Европейская ассоциации по занимающейся трансплантацией костного мозга давно внесла высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией в стандарт лечения для пациентов группы высокого риска, однако ассоциации клинических онкологов имеют различные позиции по этому поводу. Например, Американская ассоциация клинических онкологов не рекомендует этот метод как стандарт и советует использовать его только в рамках клинических исследований. Однако Европейская ассоциация клинических онкологов считает применение режима бусульфан-милфалан эффективным, в частности, при использовании у пациентов с большим объёмом первичного очага, у пациентов с рецидивами заболевания и у пациентов с плохим ответом на индукционную химиотерапию. Мы проанализировали данные наших пациентов, которые получали высокодозную химиотерапию с 2008 по 2019 год. Их было 73 пациента, среди них преобладали мальчики. Большая часть пациентов, 80%, имели отдалённое метастатическое поражение, чаще всего в лёгкие – 69%, в кости – 32%, в костный мозг – 15%. Чаще всего это была опухоль, расположенная аксиально – 73%, и объём первичного очага в 76% превышал 200 см кубических. В 13% случаев мы отмечали химиочувствительный рецидив. На момент высокодозной химиотерапии нам удалось добиться полной ремиссии в 38% случаях, частичной – в 49% случаях, и стабилизация заболевания отмечалась в 13% случаев. На данном слайде представлена прогностическая скала, предложенная Рут Ланденштейн и соавторами, которая рекомендована для пациентов с метастатическими формами опухолей. По набору неблагоприятных прогностических факторов эти пациенты были разделены на три подгруппы в соответствии с такими факторами, как возраст, метастазы в кости, костный мозг, лёгкие и объём первичного очага. Так, пациенты, набравшие менее 3 баллов, относились к благоприятной группе, к неблагоприятной – от 3 до 5 баллов, и пациенты, получившие 5 баллов и более, были отнесены к крайне неблагоприятной прогностической группе. В нашем исследовании среди пациентов благоприятной группы было 19 человек, к неблагоприятной отнесены 24 человека и к крайне неблагоприятной 12 пациентов. Все пациенты предварительно получали индукционную химиотерапию, большинство из них получило локальный контроль первичного очага, и только 15 человек, 15 пациентам не проводился контроль первичного очага на этапе до трансплантации костного мозга. Часть из них получили этот метод после. Мы использовали стандартный режим кондиционирования, в миллаблативных дозах бусульфан-16, милфалан. Источником трансплантата в подавляющем большинстве случаев служил костный мозг. Среднее содержание CD34 позитивных клеток в трансплантации составило 3,9 миллиона на килограмм. Средний срок приживления трансплантата был 17 дней. Мы отмечали довольно приемлемые осложнения. Чаще всего, разумеется, сталкивались с фибрильной нитропенией 86% тяжелым муказитом ЖКТ в 44% случаев. Смерть от осложнений в раннем пространсплантационном периоде отмечалась только у одного пациента. Таким образом, мы получили следующие результаты. При медиане наблюдения в 60 месяцев общая и бессабутивная выживаемость у всей группы пациентов составила 40,37% соответственно. Далее мы оценили выживаемость пациентов в соответствии с наличием факторов риска. Так, пациенты без метастатического поражения костей, их 5-летняя бессабутивная выживаемость составила 48%. У пациентов с единичным поражением костей от 1 до 3 – 44%. Все пациенты с множественным поражением костей погибли от прогрессированного заболевания через 24 месяца после выполнения высокодозной химиотерапии. 5-летняя бессабутивная выживаемость у пациентов с вовлечением костного мозга составила 42%, без вовлечения костного мозга составила 42%, с вовлечением костного мозга 10%. Пациенты с большим объемом первичного очага, их 5-летняя бессабутивная выживаемость составила 55%, и у пациентов с хорошим ответом на индукционную химиотерапию 5-летняя бессабутивная выживаемость составила 52%. При оценке пациентов с локализованными формами общая и бессабутивная выживаемость составили 48-45%, соответственно. Здесь представлены пациенты с метастатическими формами, разделённые на 3 прогностические группы в соответствии с шкалой, предложенной Ланденштейн. Так, 5-летняя бессабутивная выживаемость у пациентов благоприятной группы составила 49%, неблагоприятной 36%. Все пациенты из крайне неблагоприятной группы погибли спустя 25 месяцев от момента трансплантации. Наиболее значимыми факторами риска при оценке бессабутивной выживаемости оказались следующие. При однофакторном анализе это был ответ на индукционную химиотерапию, поражение костей, число костных метастазов, поражение костного мозга, объём опухоли, стратификация по группам Ланденштейн. При многофакторном анализе эти факторы были ответ на индукционную химиотерапию, поражение костного мозга, объём первичного очага и также группы по Ланденштейн. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что высокодозная химиотерапия для пациентов группы высокого риска потенциально способна улучшить результаты для детей из группы неблагоприятного прогноза. Также этот метод показывает эффективность у пациентов с неоперабельными формами опухоли даже при наличии отдалённых метастазов. Результаты высокодозной химиотерапии с аутотерансплантацией у пациентов с диссиминацией процесса, имеющих менее трёх баллов по прогностической шкале Ланденштейн, достоверно выше. Однако этот метод не показывает эффективности для пациентов сверхвысокой группы риска, что требует поиска новых подходов к терапии. Я благодарю весь наш коллектив педиатров за помощь в введении такой тяжёлой группы пациентов и уважаемую аудиторию за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Валерьевна, а вопросы к вам есть? Как вы думаете? Или все уже устали? Уважаемые коллеги, вопросы. У меня, знаете, какой вопрос будет? Локализация с поражением костей головного мозга или в головном мозге. Как вы думаете, у вас встречались такие пациенты и требуют они трансплантации? Ольга Григорьевна, к великому сожалению, иных терапевтических опций в современном мире не существует. Если у нас имеются пропациенты группы высокого риска с метастатическим поражением любым, в том числе костей черепа, мы говорим о метастатическом поражении, правильно? Нет, а если это первичное? Если это первичное, то всё зависит от того, насколько велик объём первичного очага, это нужно учитывать. И также нужно учитывать успешность, радикальность лечения первичного очага, операции, лучевой терапии, учитывать лечебный патоморфоз. Есть опция, что таким пациентам высокодозная химиотерапия будет не показана. Не показана. А у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если не показана высокодозная химиотерапия, лучевая терапия должна быть в объёме КСО или нет? Локальная. Только локальная? Насколько? Если саркома Юинга распространяется в ЦНС, в этом случае только локальное облучение? Или располагается в центральной нервной системе только локальное облучение? Высока вероятность метастазирования в структурах ЦНС? Я думаю, что это дискутабельная опция, и всё зависит от распространённости процесса наличия опухолевых клеток в ликваре. И если есть подозрения на распространённость по ЦНС, наверное, следует решить вопрос о КСО. Хорошо. Вопросы ещё есть? Да, Эль. Был пациент с активным метастатическим поражением. Это всё очень давние пациенты, которого многократно оперировали. Да, мне пациенты, которые, кстати, мы присылали к вам на трансплантацию. Это был ребёнок из Морозовской больницы с локализацией в задней черепной яме, как раз с распространением в ЦНС. В общем, получилось, что там, где локальное поражение, всё неплохо, там, где метастатическое поражение, к сожалению, всё как у остальных с метастатическим поражением. И мы не придумывали каких-то специальных подходов в этом случае. То есть, в основном всё-таки облучение было локальным. И любое органометатическое поражение было на фоне множественных костных метастатов и, в принципе, уже не претеряло исход, к сожалению. Хорошо, спасибо большое. Ещё есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста, Максим Сергеевич. Спасибо. У меня вопрос такой. Вы представили схему Евро-Юинга. И все ли эти пациенты, что Вы представили, получали 6 курсов УД? Или какие-то были другие комбинации лечения до этапа проведения высокодозной? Спасибо за вопрос. Большинство пациентов получали лечение по протоколу Евро-Юинг. Но это дизайн пациентов, которых мы брали. Некоторые пациенты, которых мы лечили, брали на трансплантацию, это были пациенты с рецидивами, которые получали вторую, а часть из них третью линию полихимиотерапии, противорецидивную химиотерапию и консолидирующим этапом высокодозную химиотерапию. Но преимущественно это были пациенты после 6 курсов ВД. Продолжение следует...